Итак, коллеги, время уже начинать. Я думаю, что все, кто хотел, пришли. Те, кто опоздают, ну, в конце концов, у нас включена запись, и можно будет потом посмотреть то, что пропустили. Меня зовут Дмитрий Булашов. Я хочу вам сегодня прочитать вебинар на тему оборудования компании IP-матики для построения контакт-центра. Вот. Внизу на слайде вы видите бренды. Это Ялинк, Естар и ТГНет. Соответственно, в содержании мы видим описание оборудования Ялинк, ТГНет и Естар. И давайте подробнее узнаем, как на этом оборудовании можно построить колл-центры, какие преимущества это оборудование дает. Начнем мы с бренда Ялинк. Ну, как вы все знаете, это производитель IP-телефонов. Для контакт-центра самое важное – это надежность, и поэтому здесь, во главе стола, это хорошее качество продукции Ялинк. Показатели на сегодняшний день – это 0,3% брака в партии, и это лучшее качество на рынке. Также Ялинк предоставляет на свое оборудование, как сами телефоны, так и аксессуары, гарантию 18 месяцев. В среднем у других производителей IP-телефонов по рынку этот параметр составляет 12 месяцев. Кроме этого, у Ялинк есть перекрытие с запасом всех основных показателей, которыми стандартизуются IP-телефоны. Значит, это электростатический разряд, это пробой, и при всем при этом потребление энергии в среднем по рынку, опять же, у телефонов Ялинк ниже, чем у конкурентов. Соответственно, мы видим, что Ялинк к своей продукции применяет высокие стандарты. Телефоны Ялинк выпускает уже 15 лет. Компания на рынке с 2001 года. В этом году у нее, так сказать, юбилей. Бренд себя хорошо зарекомендовал, и качество продукции очень высокое. Вот, например, один из показателей, который мы хотели бы вам открыть. Телефонная клавиатура рассчитана на 300 тысяч нажатий. В среднем, в обычном офисном режиме, когда несколько сотен раз за день вы нажимаете кнопки на телефоне, это примерно 12 лет использования телефонного аппарата. Конечно, в колл-центре нагрузка на телефоны выше, но, опять же, это довольно большой срок службы. При этом, когда 300 тысяч нажатий будут совершены, для того, чтобы телефон снова продолжил работу, достаточно только его разобрать и сменить силиконовую клавиатуру. После этого 300 тысяч нажатий снова будут в вашем распоряжении. Другие преимущества оборудования Ялинк – это трудовое законодательство. Например, для операторов колл-центра при работе в гарнитуре рабочий день, он отличается от того, который будет, если в колл-центре у оператора стоит телефонный аппарат. При работе в гарнитуре оператор колл-центра должен чаще делать перерывы, чаще отдыхать и, теоретически, при проверке, если у оператора только гарнитурой оснащено рабочее место, то вот эти все требования надо будет соблюдать. Поэтому многие, кто строит колл-центр, ставят телефонный аппарат, как минимум, из этих соображений, когда делают все правильно в рамках трудового законодательства. Также у телефонов и аппаратов есть программируемые кнопки, что позволяет с помощью экрана телефона, например, авторизовываться в какой-то из очередей или ставить себе перерыв, возвращаться с перерыва, возможно, видеть статус абонента или, например, супервизор с помощью кнопки может вмешаться в разговор и подсказать оператору или как-то с оператором пообщаться в случае необходимости. Кроме этого, если экран телефона большой, у нас есть примеры, когда в колл-центр приобретается телефон, например, Ялинк СИП Т27П с большим экраном, на экране можно выводить дополнительную информацию оператору, ну, такую, как какую-то дополнительную информацию о клиенте, ну или еще что-то по необходимости в данном конкретном колл-центре. Что еще хочу отметить, использование телефонного аппарата в колл-центре на столе оператора – это резервирование сбоя ПК. Компьютер не гарантирует, что не случится какой-то сбой, все может произойти, и поэтому телефон, работая самостоятельно, всегда оставит оператора на связи, он хотя бы какую-то информацию от клиента, но сможет принять. Что еще важно, использование телефона на рабочем столе оператора выдвигает меньшее требования к компьютеру оператора, потому что, если оператор работает через гарнитуру, только используя персональный компьютер, то, во-первых, нужно более производительная аппаратная часть компьютера, чтобы она обрабатывала и основную программу колл-центра, и плюс еще обрабатывала голос, который идет в гарнитуру оператора. Ну и плюс ко всему, опять же, компьютер – это такое устройство, которое может периодически давать сбои, и, опять же, там может зависнуть, и что-то с ним произойти, и это скажется на качестве голоса. Может быть, соединение у вас не разорвется, но могут появиться обрывы, обрывы передачи голоса или просто плохое качество передачи. У компании Ялинк, как у производителя IP-телефонов, на рынке IP-контакт-центров есть большое количество партнеров, с которыми IP-телефоны сертифицированы. Это как отечественные, так и зарубежные бренды. Работа тут идет с двух сторон, как со стороны производителя колл-центра, так и со стороны инженеров Ялинк. В частности, IP-телефоны Ялинк поддерживают большой список дополнительных функций, которые важны и просто жизненно необходимы для операторов колл-центра. Это такие функции, как автоматическое распределение звонков, возможность оператору сделать логин-логаут непосредственно с телефона, такая возможность, как контроль статуса, то есть готов ли оператор принять вызов или он по каким-то причинам не готов, отошел, что-то еще. Синхронизация статусов между телефоном и системой контакт-центра. Функция Hotdesking, которая позволяет в режиме 24 на 7 операторам меняться на одном и том же рабочем месте, но при этом оставляя одно и то же оборудование. Режим подсказки, режим перехвата звонков, интерком, ну и некоторые другие функции, которые есть в телефонах Ялинк. Ну вот, хотел бы привести пример, как переделано экранное меню в телефонах Ялинк для работы с системой Genesis. То есть здесь работа велась именно на стороне Ялинк, и здесь в экранном меню на левой картинке вы видите кнопку «Вход». Нажимая эту кнопку, оператор увидит картинку, которая справа, где оператору предложено ввести логин, пароль и указать очередь, с которой он будет работать. При этом телефоны Ялинк умеют взаимодействовать с персональным компьютером в двух направлениях. Первое направление – это Action URI, которое позволяет оператору с компьютера управлять телефоном. То есть оператору не надо будет нажимать кнопки на телефоне, не надо будет как-то с ним много взаимодействовать. Все свои привычные действия оператор будет выполнять на экране монитора, работая мышкой. То есть он может мышкой инициировать звонок или ответить на звонок, мышкой может включить мьют, удержание, еще какие-то действия. А компьютер будет посылать телефону команды, и телефон эти команды будет выполнять. Второе направление, по которому телефон и Ялинк могут взаимодействовать с компьютером – это Action URL. То есть телефон отправляет ссылку в сторону компьютера при наступлении определенного действия. Хочу привести, опять же, в пример систему Genesis. И здесь уже доработка велась для этой функции с двух сторон – и инженерами Ялинк, и разработчиками Genesis. На экранном меню телефона, вторая слева, есть кнопка «Готов». Если оператор нажимает эту кнопку, то он меняет статус свой, готов или не готов, принимает звонки. Телефон отправляет ссылку в сторону системы Genesis, и система в Genesis Desktop, который справа представлен на картинке, меняет статус оператора и, соответственно, не направляет на этого оператора поток звонков, так как он по каким-то причинам не может ответить. Кроме этого, опять же, вернемся к изображению слева. На экранном меню телефона в верхней части видно ID оператора и его контактные данные. То есть это все идет обмен между системой Genesis и телефонным аппаратом. Какие еще важные функции поддерживают телефон Ялинк, которые необходимы для IP-контакт-центров? Это создание сообщений PushXML. Ну, опять же, большой экран телефона, ну, даже если он и небольшой, а просто он имеется, позволяют на экран выводить разные сообщения, какие-то срочные сообщения для оператора. Телефоны Ялинк поддерживают удаленную работу с удаленными записными книгами, причем как XML, так и LDAP. Телефоны Ялинк поддерживают такую важную функцию, как AutoProvision, позволяющую централизованно настраивать телефонные аппараты операторов, менять какие-то настройки в случае необходимости. Также в телефонах Ялинк есть поддержка функции TR-069, которая, как и AutoProvision, позволяет выполнять настройку или изменение параметров телефонов. И телефонные Ялинк умеют работать с опциями DHCP. Эта функция очень важна при введении в эксплуатацию контакт-центра, при первом этапе пуска контакт-центра. Ну, и, конечно же, надо сказать про высокое качество голоса. Все-таки в контакт-центре это один из наиболее важных моментов. У Ялинк используется целый комплекс механизмов для того, чтобы оператор слышал очень хорошо звонящего и не вызывало у него никаких затруднений в получении информации от человека, который звонит. Здесь надо сказать, что динамик трубки имеет HD-разрешение, динамик спикера, но для колл-центра это не так важно, плюс поддержка широкополосного кодека HD. И вот все это в комплексе отличным образом передает голос. Экранное меню телефонов локализовано. При работе с записной книгой это особенно важно. Все контакты и какая-то дополнительная информация о клиенте, с которым общается оператор, все будет на русском языке, никаких проблем возникнуть у оператора не должно. Ну и что еще, конечно же, надо сказать. За годы своей работы Ялинк по статистике компании Frost & Sullivan за 2015 год занимает второе место в мире среди крупнейших производителей IP-телефонов. На первом месте компания Polycom, но если смотреть на мир глобально, то это в основном американский рынок делает такую статистику хорошую для Polycom. А если смотреть на наш с вами регион, Европа, Африка и Средняя Азия, то здесь Ялинк номер один, что тоже говорит о высоком качестве продукции и об простоте в использовании. Поэтому, собственно, люди Ялинка выбирают. Ну и на следующем слайде я привел небольшое технико-экономическое обоснование. На нем я сравнил простейший телефон Ялинк СИПТ-19Е2 с стандартной USB-гарнитурой. В таблице ниже вы видите розничную цену Ялинк. Это примерно 4,5 тысячи рублей. И цена гарнитуры, USB-гарнитуры, примерно 2 тысячи рублей. Гарантийный срок на продукт Ялинк это 18 месяцев на гарнитуру 12 месяцев. Ну а в среднем по статистике срок эксплуатации телефона и гарнитуры в контакт-центре составляет, значит, у телефона 4-5 лет, у гарнитуры год-полтора. И берем стоимость владения за 5 лет. Значит, получается, что за 5 лет с телефоном ничего произойти не должно. Стоимость владения будет 4,5 тысячи рублей. А вот у гарнитуры за 5 лет придется несколько раз ее сменить. И стоимость владения составляет 6 тысяч рублей. В общем-то, получается, что не так уж выгодно покупать дешевую гарнитуру и использовать ее в контакт-центре. Особенно если вот к этой таблице еще добавить те функции дополнительные, которые Ялинк поддерживает, о которых я ранее упомянул. Ну и перед вами модельный ряд телефонов Ялинк. В модельном ряду есть офисные телефоны линейки Т2, ультраэлегантные телефоны линейки Т4, беспроводной телефон, IP-конференц-телефон и IP-видеотелефон. Конечно, чаще всего для контакт-центра приобретаются офисные телефоны, но мы встречали проекты, где для контакт-центра использовались телефоны Ялинк СИП Т46G. И совсем недавно реализован в Казахстане проект видеоконтакт-центра. К сожалению, пока без нашего оборудования, но я хотел бы упомянуть и о нашем видеотелефоне в связи с тем, что это направление обслуживания клиентов, оно будет все более и более популярно в ближайшие годы. Все телефоны, о которых я говорил, неважно, какой линейки они относятся, имеют большой набор технических характеристик. Самое главное, что я хочу отметить, это несколько механизмов, которые одновременно работают для того, чтобы голос клиента и голос оператора обрабатывались наилучшим образом. В каждом из телефонов Ялинк есть механизм Voice Activity Detection, обнаружение активности голоса, есть генератор комфортного шума, есть подавление эха, подавление шумов, автоматическая регулировка чувствительности микрофона и адаптивный джиттер-буфера. Вот этот комплекс мер, он всегда нацелен на наилучшее качество голоса. Ну и, конечно же, надо сказать, что у всех телефонных аппаратов Ялинк есть два порта Ethernet. Если ставить телефон на стол, то никаких проблем не должно возникнуть с тем, что компьютер оператора может быть подключен через телефонный аппарат. Посмотрим, давайте подробнее на линейку телефонов Т2. Флагман этой линейки – модель SIP-T29G с большим цветным экраном. Далее SIP-T27P с тоже большим экраном, но он не цветной. Соответственно, конечно, чаще всего в колл-центре приобретаются дешевые модели, но и реализации SIP-T27P уже встречались. Ну и младшие телефоны линейки – это SIP-T23, SIP-T21 и SIP-T19. Ну, чаще всего, конечно, приобретаются такие модели, как SIP-T19 простейшие. Есть для линейки Т2 набор аксессуаров. Это модуль расширения, это адаптер для подключения беспроводной Bluetooth гарнитуры и, собственно, проводная гарнитура EHS-32, которую может использовать оператор. Линейка телефонов E-Link T4 состоит из пяти телефонных аппаратов. Флагман здесь E-Link SIP-T48G с большим сенсорным экраном. Для контакт-центра, конечно, он не очень подходит, но вот, как я говорил уже, мы встречали реализацию контакт-центра на SIP-T46G, тоже с большим цветным экраном, и более простые телефоны, такие как SIP-T42G, T41P и T40P. Для этих телефонов также есть набор аксессуаров. Это модуль расширения, Bluetooth-адаптер для подключения беспроводной гарнитуры и проводная гарнитура EHS-32. И теперь я хочу поговорить более подробно о видеоконтакт-центре, о том, как он реализован. Очень это популярно в Штатах, в Европе. Сейчас вот до СНГ эта мода дошла, и скоро мы с этим столкнемся. Выглядит схема обычно таким образом. Есть отделение банка, где есть одна или несколько специальных комнат, оборудованных экраном, камерой. В эту комнату заходит клиент. Также в комнате есть принтер, устройство считывания карты. Соответственно, клиент считывает свою карту. На экране перед ним появляется видеоизображение оператора контакт-центра. Клиент общается с оператором, задает необходимые вопросы. И по результатам общения на принтер в эту комнату выезжает договор, который клиент подписывает и в этом отделении оставляет копию и какую-то, и копию, точнее, копию забирает себе и часть оставляет в отделение. На другом конце мы видим, по сути, контакт-центр за тем исключением, что он не голосовой, а видео. То есть у операторов также на компьютере присутствует либо USB-камера, которая выводит изображение на монитор, либо у оператора устанавливается дополнительный монитор, где есть изображение звонящего клиента. Ну и вот как-то примерно так. Вижу, что идет диалог в чате по поводу TR-069. Ну, это такая сильно техническая тема. Я сейчас не буду ее освещать. По этому поводу я предлагаю пообщаться почтой. Почту я чуть позже напишу в чат. Соответственно, если вернуться к контакт-центрам, то здесь, как в отделении банка, так и в самом видеоконтакт-центре есть место для оборудования Я-Link. Ну, я бы хотел сказать прежде всего о телефоне SIP-WP-T49G. И на наш взгляд, наиболее оптимально было бы поставить этот телефон оператору вместо обычного аудиотелефона, так как с помощью этого телефона оператор может как принимать голосовые звонки, так и принимать видеовызовы из вот этих вот отделений. Почему SIP-T49G? Дело в том, что у этого телефона USB-камера, точнее, камера на телефоне, она с помощью USB-кабеля может быть вынесена. В комплекте поставляется полутораметровый кабель, то есть камеру можно поставить на монитор оператора, чтобы оператор привычно смотрел в монитор, работая с программой. И для клиента оператор смотрел как бы ему в лицо. Кроме того, у телефона SIP-T49G есть HDMI-разъем, и с помощью HDMI-кабеля видеоизображение с экрана телефона SIP-T49G можно перенести на экран монитора с помощью как раз HDMI-кабеля. Таким образом, у оператора перед глазами на мониторе будет все необходимое, и видеоизображение клиента, и камера также на мониторе будет, которая позволит клиенту отлично видеть оператора. Вижу вопрос в чате от Антона Янковского, будет ли работать SIP-T49G со звонками из Skype. Ответ, конечно же, нет, потому что SIP-T49G поддерживает протокол SIP. Планируется в сентябре получить программное обеспечение, где поддержка будет реализована протокола H323. Со Skype, скорее всего, получится подружить будущие модели Ялинк, которые будут анонсированы ближе к концу года. Это я говорю про телефоны на Android. Скорее всего, на них через сторонние приложения каким-то образом Skype можно будет поставить, но сейчас о поддержке Skype говорить не приходится. Ну и, соответственно, что важно для оператора, то, что у телефона SIP-VP-T49G хорошая 2-мегапиксельная камера, которая отдает изображение оператора в разрешении Full HD, большой экран 8-дюймовый, на котором, в принципе, будет хорошо видно клиента, и не так уж велика необходимость выносить это изображение на большой монитор. У этого телефона всенаправленный микрофон. Если вдруг оператор по каким-то причинам захочет поговорить по громкой связи, его будет слышно очень хорошо. Ну и как персональный видеотерминал для, может быть, не оператора, а для других должностей очень много плюсов в том, что телефон SIP-T49G поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Следующий вопрос в чате. Виталий Зуинок спрашивает. Это про все линейки T4X? Нет, я говорю только о контакт-центрах, и здесь подходит только оборудование, которое поддерживает видео. Соответственно, это либо телефон, про который мы сейчас говорим, SIP-T49G, либо в контакт-центре, который мы с вами обсудили, так или иначе, могут быть использованы кодеки VKS. Но тут еще надо более внимательно, более подробно рассчитывать экономическое обоснование, насколько это будет, скажем так, приемлемая цена. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсик, если остались вопросы по Ялинку. Мы сделаем небольшую паузу и можем их обсудить вплоть до того, что даже голосом. Если вопросов нет, пожалуйста, поставьте минус в чат, и мы пойдем дальше к следующему вендору. Можно задать вопрос голосом, если у вас подключена какая-то гарнитура. Для этого в правом верхнем углу экрана у вас есть ладошка, поднять руку, надо на нее нажать, и можно будет задать вопрос голосом. Вижу, что мой коллега Юрий оставил в чате наш имейл. Ставил в чате наш имейл, туда можно будет написать вопрос для службы технической поддержки. Наш администратор Алена сейчас даст вам голос, Антон, и мы попробуем с вами пообщаться. Алена, пожалуйста, попробуй Антону разрешить с нами побеседовать. Вижу, что он поднял руку. Так, Антон, вижу, вы попали в докладчики. Вижу, что у вас включен микрофон. Антон? Ну, тогда я дам вам некоторое время на настройку оборудования, пока микрофон вам выключу. Давайте продолжим. Продолжим по презентации, а в конце вебинара мы еще с вами попробуем снова поговорить голосом. Итак, следующий. А вот, теперь слышно. Меня слышно? Да, ну давайте уже, может быть, до конца подождем. Осталось не так долго на самом деле. Хорошо, договорились. Спасибо. Итак, следующий наш вендор компания TGNET. Это производитель ПОЕ и не ПОЕ коммутаторов. Перед вами на слайде представлен модельный ряд. Сверху модельный ряд коммутаторов с поддержкой ПОЕ есть как четырехпортовые, восьмипортовые, шестнадцати и вплоть до двадцати четырех портов коммутаторы, которые как настольного типа, так и для монтажа в стойку. Эти коммутаторы могут вам понадобятся при подключении телефонов к контакт-центре. Все модели Ялинк могут быть подключены по ПОЕ. Есть, конечно, дешевые модели телефонов, которые не поддерживают технологию ПОЕ, но возможность как таковая есть. Соответственно, при большом контакт-центре, при какой-то разветвленной структуре могут понадобиться коммутаторы с возможностью управления. соответственно, есть линейка управляемых коммутаторов также от 8 до 24 портов. На схеме видно, что для нескольких, допустим, физически разделенных помещений может использоваться коммутатор, который подключает оборудование как телефонной связи, так и видеонаблюдение. И все эти коммутаторы, им необходимо между собой взаимодействовать, поэтому управляющий коммутатор здесь будет главным звеном и основополагающим для построения контакт-центра, для построения сети. Следующий наш вендор, он же заключительный, компания EASTAR. Опять же, многие из вас знают, что EASTAR это производитель IP, АТС и шлюзов. О модельном ряде я буду очень мало говорить. Прежде всего, хочу поговорить о преимуществах. Для контакт-центра, как и с вопросами с телефонами, так и в частности с АТС, самое важное это надежность и отказоустойчивость. Компания EASTAR на рынке России представлена с 2010 года, уже большой опыт, много различных багов отработано, много различных ошибок устранено, поэтому сейчас это очень надежное высококачественное оборудование, на IP АТС гарантия 3 года, на IP шлюзы гарантия 2 года. У оборудования EASTAR большой набор возможностей, все оборудование имеет декларации ИАК, имеет декларации федеральных агентств связи Европы, Америки и России. У шлюзов есть API для управления рассылкой SMS, как для получения сообщений, так и для отправки, и есть русскоязычная техническая поддержка не только в России, но и в странах СНГ, и есть сервисные центры, но они пока в основном в России. Линейка IP АТС EASTAR серии U сейчас представлена перед вами. В этой линейке есть различные модели станций, все они гибридные, то есть у них есть поддержка протокола IP для работы с IP-телефонами и IP-операторами, и есть различный набор аналоговых портов, к которым можно подключить как городские линии связи, так и аналоговые телефоны, или же, например, поток E1, который очень часто используется как раз в колл-центре. Хочу рассмотреть эту серию станций, потому что она может взаимодействовать со сторонним программным обеспечением для организации контакт-центра. Надо сказать, что в самой АТС есть такая функция, как очередь, которая позволяет в эту очередь добавлять несколько операторов, которая позволяет в очереди держать абонентов, абонентам озвучивать их позицию в очереди, время ожидания, проигрывать мелодию, пока они дожидаются освободившегося оператора. Также стандартный механизм станции позволяет обзванивать оператора не только одновременно или по порядку, но и в зависимости от загруженности станция может анализировать, кто из операторов наиболее свободен и сама распределяет нагрузку так, чтобы все операторы были равномерно загружены. Но при всем при этом есть и стороннее приложение, это программа Q-Metrics от швейцарского производителя. Я сейчас хочу поговорить о ее облачной реализации. Благодаря нашему партнеру был проведен такой опыт в начале 2016 года. И этот опыт успешно прошел. Схема сейчас представлена перед вами. В станцию Естар были подключены аналоговые городские линии связи для поступления входящих вызовов, были подключены СИП-линии связи и к станции были подключены телефоны разных типов, как аналоговые, так и IP-телефоны. Через интернет станция взаимодействует с программой Q-Metrics, обменивается информацией, передает информацию о том, какие звонки поступали, с каких номеров, какая была длительность этих звонков, какой оператор отвечал на звонок, какие события происходили во время разговора, нажималось ли кнопка mute или удержание. И вот в этой облачной системе Q-Metrics в личном кабинете, он, кстати, русскоязычный, собирается информация о работе операторов и этим кабинетом может пользоваться как сам оператор с помощью браузера на компьютере, так и супервизор в кабинете Q-Metrics может видеть информацию о работе оператора. Ну и вот на следующем слайде я хотел бы сказать про возможности системы Q-Metrics. Это онлайн-мониторинг операторов с возможностью контроля и управления очередью. также в Q-Metrics возможно получение отчетов по работе колл-центра. Это детальные отчеты о том, какие звонки были отвечены, какие не отвечены и информация о длительности звонка, который оператор обработал. Кроме этого, есть распределение звонков на временном интервале. Еще контроль качества работы операторов осуществляется на основе объективной оценки, то есть видна в системе статистика звонков, сколько каждый оператор принял, сколько у него, допустим, не получилось принять, сколько было в очереди. И есть субъективная оценка. Из этой системы Q-Metrics можно подключиться в разговор оператора, прослушать то, как он общается с клиентом, то, как он работает. При необходимости можно даже подключаться к рабочему столу оператора. и еще одна функция это страница оператора колл-центра, которая находится вот в этом облаке. Он может там управлять своими действиями, может себя назначать в ту или иную очередь, которые ему доступны, может вставать на паузу при необходимости, работать с карточкой клиенты и посмотреть информацию по своим звонкам, то есть сам видеть свою статистику. Вижу вопрос в чате от Антона Янковского про цену решения. Я, к сожалению, на слайд ее не вынес, но, насколько я помню, цена ежегодная на 10 операторов цена составляет 1000 швейцарских франков. По-моему, сегодня это что-то в районе 75 тысяч рублей в год получается за 10 операторов. Вот есть еще ежемесячная плата, но я совсем не помню цифр. Вот предлагаю обратиться собственно к Юметрикс и посмотреть расценки актуальные на сегодняшний день. Так, еще в чате вижу, что Леонид спрашивает, каким образом осуществляется гарантирование обслуживания не в Москве? Замена на аналог или отправка в Москву в сервис? Долгое ожидание и доставка назад? Вопрос актуальный, потому что станция это не телефон и ее отключение очень критично. Надо сказать, что у нас очень много дилеров, как по России, так и в странах СНГ. Есть на практике уже решение таких задач. Дилеру отправляется станция вперед, рабочая. То есть, сначала, каким образом? Вы должны позвонить в техническую службу, сообщить о проблеме, дать возможность удаленно подключиться, проверить, действительно ли проблема, нельзя устранить у вас на месте. Если она действительно не устраняется удаленно, то дилеру в вашем регионе может быть отправлена рабочая станция. Соответственно, вы там, где покупали АТС, можете к дилеру обратиться, передать ему не рабочую АТС, а у него получить взамен рабочую. На практике такие решения есть, поэтому, но это, мне кажется, сильно облегчает поломку АТС в регионе. Так, еще вопрос, Виталий Зуинок, а серия U вроде как бы отходит потихоньку, что с S-серией, она, судя по описанию, больше подходит для колл-центров. Но, так как я сказал, в начале 2016 года проводились эксперименты с Q-метрикс, и поэтому это все отлажено на серии U и гарантированно работает. Серия U еще остается в продаже, пока вендор с производства эти станции не снимает. До конца года станции в продаже точно будут, дальше у меня просто нет информации, но, опять же, повторюсь, пока, насколько нам известно, с производства станции не снимаются. Что касается серии S, конечно, этот механизм актуален и для серии S, но пока мы еще в стадии тестирования и не готовы объявить о том, что решение работает. Но, конечно же, это будет сделано, будем над этим работать. вернемся к нашей презентации и теперь мы переходим к ВАИП-шлюзам Ястар. Очень частые реализации, когда колл-центр строится на каком-то программном решении, который принимает звонки от IP-оператора и эти звонки направляет на операторов колл-центра, на их программное обеспечение на компьютере или на IP-телефон, который стоит на столе. Самый главный вопрос для такого контакт-центра – как подключить аналоговые линии к этому программному модулю, который обрабатывает все звонки. В этом случае наше предложение – это ВАИП-шлюзы Ястар. Есть шлюзы серии ТА, которые позволяют подключить аналоговые городские линии, то есть вы линии подключаете в шлюз, далее шлюз по протоколу СИП взаимодействует с этим программным комплексом контакт-центра. Есть шлюзы серии ТГ, которые могут принимать звонки из сетей GSM и ВМТС и также по СИПу отдавать их в программу колл-центра. И шлюзы серии ТЕ, ТБ для подключения цифровых линий, линий Бирай или линий Пирай. Как говорится, век живи, век учись. Мы, вот я уже работаю 6 лет в компании Эпиматика, мы очень редко сталкивались с линиями Бирай, но вот буквально недавно я узнал, что в Краснодаре эти линии очень популярны. Вот есть еще такой регион, как Тюмень, где также оператор по Бирай до сих пор отдает какие-то каналы связи. Поэтому это оборудование актуально. С помощью этих шлюзов вы подаете линии в контакт-центр для последующей обработки. В АИП-шлюзы для подключения ПСТН-линий есть три шлюза. Это четырехпортовый ТА-410, восьмипортовый ТА-810 и шестнадцатипортовый ТА-1610. В таблице сведены их технические характеристики. Я хочу отметить большой набор голосовых кодеков, для обработки голоса, и встроенный программно-аппаратный комплекс подавления эха, что наилучшим качеством передает голос из аналога в IP. Далее. В АИП-GSM и МТС-шлюзы. Есть шлюзы такие, как ТГ-100, ТГ-200, ТГ-400 и ТГ-800 для GSM, и они же с индексом W поддерживают линии МТС. Есть еще шестнадцатипортовый GSM-шлюз ТГ-1600. Пока такой же реализации для МТС нет. Ну, вот, собственно, по названию понятно, что каналов GSM в этих шлюзах может быть один, два, четыре, восемь, либо шестнадцать. Также технические характеристики этих шлюзов сведены в таблицу, указаны диапазоны поддерживаемых беспроводных стандартов. Здесь я хочу отметить, что диапазон CDMA и UMTS он особенно актуален для Украины и стран, где эти типы связи распространены. У нас в России, конечно, в основном это GSM. У шлюзов E-Star GSM есть также программно-аппаратный комплекс обработки голоса, который наилучшем качестве голос передает. И последняя линейка шлюзов это VIPE PRAI и BRAI шлюзы. На поток PRAI есть два типа шлюзов TE100 на один поток, TE200 на два потока. На потоке BRAI есть один единственный шлюз TB400 на подключение четырех линий BRAI. Также в таблице сведены их характеристики. Ну и ровно то же самое. тот же набор кодеков и программный аппаратный комплекс обработки голоса. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в чат. Сейчас я Алену попрошу снова нам Антона, он есть, вижу, в докладчиках. Антон, давайте выслушаем ваш вопрос, который вы хотели озвучить. пока тишина. Вижу, что включился микрофон у вас, но пока тишина. Алло, алло. а сейчас да, вот теперь слышно. Сейчас слышно. Видимо, Алена поправила. Значит, вопросов несколько. Говорили про функции как телефонов, так и шлюзов в принципе и станции насчет передачи голоса в максимальном качестве. Меня интересует, есть там одна из опций, как подавление эхо. Не так давно, ну как, в принципе, уже, наверное, давно, с момента выхода телефона Т19P столкнулся с бедой. При включении данной опции съедаются окончании слов. Как побороть? Дмитрий? Да, спасибо за вопрос. На Т19P, наверное, уже никак не получится, потому что модель с производства. Скажите, на Т19Е2 это тоже встречается? В принципе, это и начало встречаться именно на Е2. То есть, если мы говорим о самом старом Т19, то там все было ровненько. То есть, Т19P, когда Т19P, Е2, когда к нам поступили в продажу, когда мы начали их активно ставить клиентам, столкнулись с бедой, да, что вот съедаются слова. В итоге нам данный функционал приходится отключать. Собственно, не хотелось бы этого делать. В любом случае, он предусмотрен заводом-изготовителем, хотелось бы добиться нормальной, адекватной его работы. Причем никакими пока средствами нам этого сделать не удалось. За исключением отключения этой опции. Антон, я вас понял. Скажите, пожалуйста, информацию об этой проблеме и логи в нашу техническую поддержку вы передавали? Информацию в принципе передавали. По-моему, общался с Всеславом, не буду утверждать точно. с учетом того, что мы ограничены слегка по времени разбора той либо иной проблемы, то есть в итоге принимаем какие-то быстрые решения, для того, чтобы клиент остался все-таки доволен и пришел к нам за покупками в следующий раз. Поэтому мы можем вернуться к этому вопросу в порядке работы с техническими вашими специалистами, но хотелось бы просто какую-то отмашку либо что-нибудь подобное. Я понял вашу проблему. Честно говоря, Т-19 они довольно популярны, продаются много, так что прям повально эта проблема была, я не готов сказать, потому что много вызовов с такой проблемой не поступает. От вас сейчас поступило, вижу, что и Виталий тоже пишет, что... Мы с Виталием коллеги, да, то есть на Т-19 это было замечено изначально, то есть с другими линейками телефонов тоже, наблюдается, но не так часто, скажем так. Ну, ваша позиция в принципе тоже понятна, будем дергать тогда, значит, их поддержку. Есть еще пара вопросов. Значит, следующий вопрос, если можно, можно, да? Да, конечно. Следующий вопрос относится непосредственно к станциям линейки о, как вы уже говорили, то есть там есть замечательная опция очереди. Меня интересует, каким образом оператор может встать либо выйти из очереди. То есть, ну, старкодов я таких, к сожалению, не нашел. То есть, банально настраивается там одна либо две очереди, и каждый оператор состоит в той либо иной. Как сделать, чтобы он выходил в тот либо иной промежуток времени, когда оператору будет это удобно. Да, спасибо за вопрос, я вас понял. Но все-таки я сначала по Т19 закончу. На самом деле, когда глотаются окончания, надо такую проблему либо у вас удаленно подключиться нам, то есть, это именно, да, вы правильно понимаете, что с технической поддержкой поработать, либо нам у себя смоделировать, потому что чаще всего там три фактора играют роль. Сам телефон, голосовой кодек и сеть. На всем вот этом получается пространстве надо искать, в чем проблема. Поэтому, возможно, да, какие-то настройки вам помогут, но так сходу не готов сказать. Что касается серии U, то про очередь я говорил относительно Q-Metrics. Там в онлайн-кабинете Q-Metrics можно видеть очереди, доступные для оператора, и себя просто перетаскивать в одну из нужных очередей. Что касается станции серии U, оператора в очередь, только администратор может назначить. Спасибо за ответ. И есть еще один вопросик, тоже по серии U. Знаю, что вы с этим сталкивались непосредственно, но непонятно реализация. Меня интересует интеграция с CRM-системой Bitrix. Каким образом реализовать? CRM-система Bitrix, как вы знаете, бывает двух типов. Коробочная и облачная. На данный момент есть реализация интеграции с облачной версией Bitrix. Вы идете в магазин Bitrix, покупаете модуль интеграции, дальше в станции серии U, это обязательно должна быть серия U, вы включаете АМИ и прописываете там логин и пароль для взаимодействия собственно станции и Bitrix. И после этого через этот АМИ Bitrix начинает со станции получать информацию о входящих вызовах, получает информацию о записях разговора, ну и вы уже можете звонки обрабатывать непосредственно через Bitrix. Станция просто всю информацию передает насквозь. Я понял. Спасибо за ответ. Илья пишет, что у нас вебинар про колл-центры, в принципе, ну Илья, извините, я так думаю, что CRM-система непосредственно относится к колл-центрам, ну извините, если я не прав. Ну и, наверное, последний вопрос, ну мы вскользь проговорили про S-серию, насколько мне известно, для S-серии писались модули интеграции с тем же Bitrix, но уже не облачным, а, соответственно, своим, локальным, то есть так, не так, ну, то есть чтобы нам понимать, какую информацию доводить до клиентов. Ну, немножко не так, они не писались, они пишутся пока в разработке. Для новой S-серии пока нет привычных модулей Mico, нет интеграции с Bitrix, нет интеграции с Qmetrix, но так как это все было сделано на U-серии, конечно же, со временем мы сделаем это для S, но пока этого, увы, нет. Хорошо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Я хочу сказать спасибо Илье, который написал в чате про вебинары предыдущие. у нас на сайте IPMATIC, хочу просто напомнить, может быть, это будет полезно, на сайте IPMATIC в разделе вебинары есть записи всех проведенных вебинаров, поэтому вы в любой момент, если захотите освежить информацию, можете посмотреть. Мы стараемся на вебинарах говорить такие самые актуальные новости, разбирать животрепещущие проблемы, поэтому просмотр этих вебинаров, надеюсь, поможет вам в решении схожих проблем. Ну, что ж, всех благодарю за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь почтой, обращайтесь по телефону, будем рады ответить. Ну, и до новых встреч на наших вебинарах. Спасибо вам.